Всех приветствую на своем канале. И сейчас я хочу вам рассказать про одну свою, так сказать, реализацию одной такой идеи, которую я уже вынашивал довольно-таки давно, но реализовать получилось только недавно. Точнее, сегодня ночью. Удалось реализовать при помощи такой замечательной среды разработки, как BASCOM, AVR, LIE. В чем же суть самой идеи? У нас есть вот такая вот схемка, которая смоделирована про Теус. И, в принципе, наверное, не будет спаяна в реале, скорее всего. Как же она работает? Ну вот, здесь пишет, say my name. Может, уже кто-то догадался, это цитата из одного довольно-таки крутого сериала. Вот. И, думаю, вы уже догадались про ответ. И это тоже продолжение цитаты. Что же только что было, когда я отправил вот это слово по ЮАрту, и у нас сразу на дисплее оно отобразилось. Это демонстрирует то, что данные по ЮАрту получились, и содержимое переменной вывелось на LCD-дисплей. Ну, в принципе, вот тут-то есть код. Довольно-таки хорошо я его прокомментировал. В принципе, никаких ничего такого сложного здесь не должно возникнуть. Вот. Интересно. Ведем. 42. Смысл жизни и всего такого. Если вы знаете, о чем я. Так, как же работает эта схема? Дисплей, как вы догадались, работает в 4-битном режиме. То есть, ему нужно 6 портов для работы. Минимум 6 портов. В принципе, можно еще как-то там при помощи регистров всяких. Регистров сдвига. Или там, я читал, даже при помощи RCC-почки что-то там можно сделать. Но это как бы неинтересно. Вот здесь одна тинька и, в принципе, все это делает. Как же это работает в двух словах? Скажу сразу, что UART работает на скорости 9600. Короче, понашенский бод. Вот здесь есть вот такой вот делитель напряжения. Без него почему-то выводились всякие кранковые зябры на дисплей. Возможно, здесь вот эта ножка как-то влияла на вот эту ножку. И данные не полностью приходили на декодер дисплея. Вот. Ну и, собственно, мы отправляем по UART какие-то данные. Вот они приходят в микроконтроллер. Вот здесь есть проверка. Не получили мы слово Heisenberg. Если же мы получили что-то другое, вот оно нам говорит wrong и переходит на новую строчку дисплея и говорит, что... Вот. Я спрошу еще раз. Так, что-то могу сказать. Вот эту вот переменную. Это переменная типа string, то есть строчка. Можно записать максимум 15 символов. 16, увы, не получилось, потому что среда разработки пишет, что не хватило памяти оперативной. Увы. Слегка досадно, но... И 15 символов, в принципе, достаточно, как по мне. Продолжение следует...